Субтитры делал DimaTorzok Папайрус, что происходит? Ну что ж, кто как не ты сумеешь ее утешить, папс? В этом ты всегда был лучшим. Ну разумеется, великий папирус будет лучшим. Эй, малыш, похоже тебе приснился тот еще кошмар, а? Божечки. Санс, давай к нам, мы можем спать все вместе. Хех, я бы с радостью, но я просто встал за кетчупом и... Ой, малыш, что за дела? Уф, можно ведь было просто попросить. Не думай, что я тебе за это по головке поглажу. Санс! Меня нахрапом не взять. О боги, прекрати, Санс! Сон дается мне легко, я могу спать хоть закрытыми глазами. Фриск, не потворствуй ему. Что поделать? Я ведь комик до мозга костей. Санс, я отзываю свое приглашение. Упс. Кто там? Дайана. Какая Дайана? Дайана, войти, тут холодно. Хе-хе, привет, Санс. Привет, Тори. Похоже, дитя забыла сказать, что будет ночевать у нас. Опять. Хе-хе. Зато она подняла настроение Папайрису. Ты знаешь, каким он становится. Эээ, в общем, вот. Надеюсь, то, что она уснула у нас, не делает нашим дом усыпальницей. Спасибо, Санс. Я рада, что она наконец смогла нормально выспаться. Ее мучили эти кошмары. Так что... Нет проблем. Как говорится, наши сердца бьются в унисон. Эээ, спасибо еще раз, друг мой. Эй, полегче. Мам, это к нам Санс приходил? Да, это был он. Надеюсь, мы не разбудили тебя, Азриэль. Он принес домой Фриск. Я ждал, когда она вернется. Надеюсь, у нее не было неприятностей из-за меня. Просто я испугался, когда проснулся и увидел, что ее нет рядом. Не волнуйся, дитя мое, ты просто переживаешь за своих близких. Я очень рада, что вы двое присматриваете друг за другом. Она наконец-то уснула. Она пошла домой к Сансу и Папайрусу. Скорее всего, из-за очередного кошмара. Эти ребята всегда знают, как ей помочь. Азриэль, а Фриск говорила тебе о своих снах? Хоть что-нибудь? Нет, ничего. Но я думаю, она просто не хочет беспокоить нас. Азриэль? Иду. Азриэль, ты выглядишь очень уставшим. Может, поспишь еще немного? Ладно, хорошо. Тогда я буду здесь. Я не хочу умирать. Прошу, не убивай меня. Да, Азриэль по-прежнему падает с кровати. А? Иногда он прям как дитя. Не так ли, партнер? Уйди, чара. О, Фриск, ты все еще притворяешься, что меня здесь нет. Как мило. Ты же понимаешь, что я не могу уйти, верно? Мы еще друг с другом не закончили, ведь так? Ты знаешь, чего я хочу, правда? Ты не дождешься перезапуска. Хи-хи. Ты само очарование, Фриск. Все еще сидишь тут, как будто ты выше всего этого. Как будто ты чем-то лучше меня. Ты просто играешь в семью с этими дураками. Словно все в полном порядке. Ты просто можешь смести под ковер все, что вы натворили. И никто не узнает. Но ты все равно будешь помнить, верно, Фриск. Ты никогда не забудешь сделанного тобой. Если только ты не устраиваешь перезапуск. Лишь тогда можно очистить все раз и навсегда. Один последний забег, в котором мы закончим то, что начали. Я знаю, отчасти ты со мной согласишься, партнер. Нет? Что ж, не важно. Тебя просто нужно убедить. Керпение мне не занимать. Я могу и подождать. Ты передумаешь. О, моя голова. Опять. Эй, Фриск. С кем ты говоришь? Ты в порядке? О чем ты? О, это просто еще один глупый сон. Фриск. Мне ведь ты можешь рассказать. Идем, Ади. Я чую запах вафель с рисками и корицей. Ой. Ты и в самом деле идиот. А-а-а-а-а-а. Андайен, ты мне чуть голову не снесла. Ва-ха-ха, да ладно. Не справляешься с легкой разминкой, щенок? Только когда ты ведешь разминку. Ну ладно. Похоже, теперь нам остается только одно. Больше копий. Ха-ха-ха-ха. Надо было назвать тебя зрель голодёр! Эх, ну и что теперь делать будешь, принц? Отомсти за меня, Фриск! Ах ты баршивец! Ну всё, ты сама напросилась! Ты смотришь слишком много аниме, Фриск! А вот и флаг! Не-ха-ха! Тебе не преодолеть эту мощную баррикаду, Человек-Фриск! Особенно, когда ты увидишь нашу особую атаку! Санс! Где наша особая атака? Прости, Папс, похоже, пёс от меня просто тащится! Я решил бросить ему кость! Боюсь, на этот раз тебе придётся обойтись без меня! Ну и пёс с тобой, Санс! Ха-ха! Ладно, готовься к обычной, но всё равно, очень крутой атаке! Давай! Я-ха-ха! Понеслась! Божечки! Хех, кое-кто практиковался! Дьявол, Фриск, я ничего не вижу! Папайрос, наш пленник сбежал! Фриск тоже нигде не видно! Мы должны защитить флаг! Так вы думали, что сможете одолеть нас обоих? Лишить нас победы? Лучше приготовьтесь, ребята! Потому что на вас не двигается... Наша супер-особая атака братского отряда! Произнеси это в пять раз быстрее! Вот это другое дело! Я-ха-ха! Ух ты, Азриэль! Ты стал куда сильнее! Я впечатлён! Ну и ну, Папирус! Такие слова от тебя много значат! Рядом с этим ребёнком я бледно выгляжу! Санс! Сделай что-нибудь! А чего? Лады, снег, проблем! Давай, Фриск! Серьёзно? Это всё, что ты можешь, Санс? О, нет! Фриск, ты в порядке? Ух ты! Ребята! Вы были как никогда близки к победе! У тебя ничего не сломано, человек! Я... Я в порядке, правда! Просто надо было отдышаться! Наверное, это от перенапряжения! Думаю, мне на сегодня хватит тренировок! Мне пора домой! Да, конечно! Пойдём домой! Может, там уж и пирог готов... НЕС! То-то есть... Прости, мне нужно почистить голову! Останься и тренируйся, веселись! Со мной всё хорошо! Но... Фриск... Не напрягай свою маленькую козлину в голову! Фриск же говорит, она будет в порядке! К тому же, вы подготовили кое-что особенное для твоей следующей тренировки! Хм... Чара! Тебя давно не было слышно! Скучаешь по мне? Моё терпение на исходе, Фриск! Да? Мне казалось, терпение тебе не занимать! Заткнись, Фриск! Ты явно не воспринимаешь всерьёз ничего, что я говорила тебе! Я больше не собираюсь проявлять к тебе такую снисходительность! С другой стороны, тебя уже год не было слышно! Поговорим о перезапуске? Ну, давай! И я начну разговор! Может, ты уже не помнишь, Чара? Но прошло уже три года с тех пор, как народ монстров освободился из-за своего заточения! Все, наконец-то, живут счастливо! А зрель снова жив, монстры и люди учатся мирно жить вместе! С учётом всего вышесказанного, я никогда не заставлю их снова пройти этот ад! Я никогда не нарушу обещания данного сансу! Так что, прежде чем ты спросишь, я думаю, ты уже знаешь, чем закончится эта беседа! О, конечно, я знаю! Бум! А-а-а! Хорошо! О, мне наконец-то удалось добиться твоего внимания, идиот! Ты очевидно думаешь, что управляешь собой! Как излишне самоуверенно! Всё кончено! Можешь притворяться, что эти воспоминания не беспокоят тебя, но я вижу тебя насквозь! Похоже, мне придётся поднять всё на новый уровень! Пока у тебя не останется другого выбора, кроме как сделать перезапуск! Ты не сможешь спать! Ты не сможешь заглушить их в риск! Воспоминания об их криках боли! Как они умирали от твоей руки! Я добьюсь перезапуска! И я дам тебе 48 часов, чтобы сделать это! Иначе мы будем делать по-моему! Я лучше просто посижу тут и ещё пять секунд! М? А-а-а! Эм, малыш, когда в следующий раз тебе приспичит поиграть цыплёнка, не надо лады! Эх, ладно! Эй, ублюдок! Ты чуть не задавил моего лучшего друга! Ну и ну! Похоже, этому человеку нужно преподать пару уроков правильного вождения от самого великого папируса! Точно! Научим его пользоваться полезной мелкой хренью под названием спидометр! Ну, Андаен! Ты сама никогда не смотришь на скорость! Давай проучим этого лузера! Да! Постой! Как ты собираешься учить этими копиями? Эй, Санс! Что, малыш? Я, конечно, очень тебе благодарна! Но как ты добрался сюда так быстро? И как узнал, что я в педе? Андаен! И я почти уверен, что это должно остаться прикреплённым к машине! Ээээ... Можешь назвать это интуицией скелета, если хочешь, но... На самом деле твой бро беспокоился от себя. Так что мы все решили пойти за тобой. На всякий случай. Я немного опередил их, и... Эээм... Ты в порядке, принц? О, боги! Азриэль! Я в норме, правда! Он всегда был плаксой. Прости, что напугала тебя, Ази! Скажи, что с тобой произошло? Ты весь избит! Тренировка Андаен! Да-да, её особая тренировка. Но, по сути, пострадала только моя гордость. И, кажется, некоторые внутренние органы. Ха, думаю. Нам обоим сейчас не помешает мамин пирог, а? Ага. Отличная идея. Санс? А? Чего тебе? Ты бы не мог перевезти нас домой коротким путём. Ага. Пожалуй, мог бы. Привет, Тори. О, Санс! Зачем? Что тут сказать? Мне нравится делать эффектный выход, не пользуясь входом. Боже, правый, Фриск! Ну и шишка у тебя на голове! Чем именно вы занимаетесь на своих тренировках? Ничем особо опасным, мам! Просто играем в захват флага! Ага, ты бы нас видела! В этот раз мы почти победили! Мы с Фриском такие вон, вервались такие вон, а уфлю, а потом прямо как вон с они переделывали, и Фриск такой, секеду, и все хлопаем, давай туда-сюда, вообще, и такие пабах, и тут свою головами пошло бы потом, мы вернув trim, и она прямо капдыщ. Ну и ну, в самом деле. Ага, вроде всё так вплоть до последнего скидыши. Ну, и кроме того, шишка у меня не из-за тренировки, а от падения налёт по пути домой. Налёт? Дитя моё, с тобой точно всё в порядке. Да правда, мне уже не больно. Ага, и её ещё чуть не сбила, ма. Эту часть я знать не обязательно. У тебя есть ещё какие-то травмы, о которых мне нужно знать. Скажи честно. Ну, у меня тут осталась отметина от удара Санса. Эй, не надо меня приплетать, малыш. Хм, может, если я... Мне щекотно. Ну, тогда мне остаётся только одно. Что же это? Аааа, нет-нет-нет, не надо! Фриск, лапочка, перестань извиваться. Я пытаюсь исцелить тебя. Хе-хе. Но ты не можешь щекотать меня, если я сделаю так. О нет, меня захватили. Я бессильно что-либо делать. Ха! Ты правда так сильно ненавидишь меня? Что это было? Теперь я понимаю, кого защищала, не давая тебе уйти. Мам, о чём ты? Не тебя, а их. Как вы могли, Фриск? Как вы могли так поступить с нами? Со своей семьёй? Нет, это не так. Я клянусь, прошу, мне жаль. Прошу, хватит. Прости меня, прости меня. Фриск, взгляни на меня. Фриск, что произошло? У тебя внезапно начался приступ паники. Это из-за удара головой об лёд. Ведь так с тобой точно всё хорошо. О, дитя моё. Я не удивлён тому, что случилось. Учитывая всё это безумие, творящееся в посольстве, переговоры людей и монстров, экзамены в школе, домашнюю работу. Не удивлюсь, если в таких условиях мы все слетим с катушек. В такое время я стараюсь взять перерыв и немного отдохнуть. Может, это поможет малышке? Ну что, Фриск, может, сходим с тобой, Грилби? Только ты и я, как в старые времена. Хе, ну вот и отлично. Пойдём, малыш. Я возьму куртку. Дитя моё. Я не уверена, что... Не волнуйся, мам. Я думаю, это то, что ей именно нужно. Поверь. Тут ты не ошибаешься, Азри. Я думаю. Тебе не стоит задерживаться до позна, Фриск. И не забудь свой шар. Вечером будет ещё ко мне. Пойдём, разомнём кости. Не скучайте без нас. Мы постараемся. Азри, мне кажется, ты мне что-то не договариваешь. О чём-то, что случилось с Фриском. Это просто догадка. Надеюсь, она не верна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пусть нет денег, славы нет, Но этот поезд даже сладный велет. Стена имезапна, жестока порой, Но может спасти твою жизнь друг мой. Это сила любви! Ты выглядишь обеспокоенным, Санс. Я обеспокоен? Хех. Ты же знаешь, я слишком ленит для таких вещей. Хотя нет, неправда. Я обеспокоен с тех пор, как ты перестал доливать мне кетчуп. Будь я в здравом уме, я бы перестал доливать тебе, пока ты не оплатишь счёт, от которого ты вечно уклоняешься. Но буду ли я вообще когда-нибудь в здравом уме? Ты слишком добр, Гэ. Должно быть, всё очень серьёзно, раз ты привёл её сюда с собой. Всё так очевидно, да? Как правило, вы редко куда-то ходите вдвоём. У вас что-то случилось? Скажем так, я надеюсь, что я просто слишком остро реагирую. У малышки были странные моменты, и они стали происходить намного чаще. Что бы ей ни померещилось, это очень плохо. Если кто-то морочит ей голову... Ха. Что? Просто забавно. Я заметил, что, когда дело касается Фриск, ты ведёшь себя так, словно ты её отец. Пффф. Убогий грилпс, я... Я папа? Это твоя лучшая шутка. И вообще, я слишком молод и красив, чтобы быть отцом. Так что, тебе долить кетчуп, или твой рот всё ещё полн чуши? Не насадай на меня, Гэ. У меня был тяжёлый день. Эй, малыш, хорошо повеселилась? Ага. Ха, беспрогрешный вариант выбрать Хью Луиса, а? Ну что, малыш, давай поговорим о том, что произошло сегодня. О, об этом. Видишь ли, мы плохо спали из-за страшного фильма, который смотрели Сантайн. У меня в голове всё смешалось, и мы стали пугаться всего подряд. И... Малыш, не надо водить меня за нос. Я хочу услышать правду. Что ты видишь, Фриск? Что ты пытаешься скрыть от меня? Не лги мне. До сих пор всё было хорошо, верно? Папс открывает для себя новые сорта спагетти и будет машину. Ему очень нравятся ваши Сантайн-тренировки. Асгорн доволен тем, что занимается садоводством. Школа Тори считается лучшей в городе. Альфис проводит всякие крутые исследования в университете. Андайн недавно побила свой рекорд по жиму лёжа. На этот раз она подняла 11 детей, как она утверждает. Все счастливы. Три года. Сначала я не смел даже надеяться, думая, что всё это снова исчезнет. Но теперь, через столько лет, мне стало не безразлично, и я чувствую себя так. Умиротворённо. Я не вынесу мысли, что всё это было впустую. Если на самом деле... Санс, мы ведь дали тебе обещание. Я не стану уничтожать это. Тогда скажи мне правду! Малыш, тебя сегодня чуть не задавили, а после этого у тебя случился очередной срыв, как когда-то. Словно тебе привиделось что-то ужасное. Не стану врать, меня пробрало до костей. Хе-хе. Знаешь, может это противоречит здравому смыслу, но я волнуюсь за тебя, малыш. Мы все волнуемся. Так что не надо страдать молча. Я, пожалуй, лучше, чем кто-либо понимаю, насколько серьёзными могут быть последствия. Да, Фрис, не страдай молча. Давай, расскажи этому никчёмному комику обо всём, что мы, или скорее вы, сделали за всеми, кого он любит и чем дорожит. Просто потому, что вы могли. Он не никчёмный. И я сделала это не потому, что могла. Продолжай убеждать себя. Ты ничего не знаешь. Дело не в том, что я не хочу рассказывать тебе. Я просто... Я не могу. Ты не можешь? Малыш, похоже, ты пропустила всю мою речь. Про не страдай молча. Санс! Прошу, постарайся понять. Я просто не могу. Окей, малыш. Спасибо, Грилбс. Ага, спасибо. Эм... А можно мне шоколадное молоко, мистер Грилби? Шоколадное молоко? С каких пор ты его пьёшь? Ты всегда берёшь обычное молоко. Точно. Можно сказать, что я веду себя немного... Разочарована. Забавно. Звучит так, словно ты пытаешься намекнуть на что-то... Ну... Бросишь мне кости или как? Не представляю, о чём ты говоришь. Ты думаешь, я не в своём уме или типа того? Говорю с шаранами? Фрис, хватит. Замолчи. В чём дело? Боишься, что он поймёт? Я говорю с окрови рот. Но что, если он на самом деле может помочь нам? Нет! Малыш? Что произошло? Ты не... Ой-ёй, я в порядке, но... Давай поговорим о чём-нибудь другом. Пожалуйста. Хм... Ну, если ты так хочешь, Фриск. Ха-ха-ха! Окей, окей. Вот ещё одна. Готов? Что такое зелёное и с колёсами? Не знаю. Зелёный мотоцикл? Трава! Мы собрали про колёса. О боги, малыш, это ужасно. Окей, мне не даёт покоя мысль. Как ты можешь есть не открывая рта? Ээээ... Магия. Может, вам пора идти домой? Уже поздно, и вы оба выглядите уставшими. Нет, мы выглядим потрясающе. Что ж, мистер Грилби прав, уже поздно. Нам и в самом деле пора идти. И то правда. Но лучше мы срежем путь. Если ты пойдешь через такую метель, Тори может охладить камня. Санс, ты ведь знаешь, что случается, если ты пытаешься срезать путь в таком состоянии? Ох, да брось, Грилбс. Так говоришь, словно я нас в стену впечатаю или еще чего. Грилби сейчас надо мной смеется, я знаю. О, привет, Тори. Скиллит Санс, если у тебя это войдет в привычку, и где мой ребенок? Я тут, наверху. Ну, типа, зависаю тут. Ладно. Было весело врезаться в стены и все такое, но мне уже пора домой. Папайрис только что прислал мне очередное сообщение насчет его сказки на ночь. Что ж, конечно. Не будем заставлять его ждать, но прежде чем ты уйдешь, могу я задать еще один вопрос? Шипни на ухо. Это, ну, насчет других упавших детей. Других? Те, кто упал до меня, они могли сделать перезапуск? Нет, не могли. Другие дети обладали обычной для людей решимостью, но никто из них и близко не дотягивал до твоего уровня. Поэтому никто из них не вернулся, потеряв свою душу. Из семи детей лишь у тебя было достаточно решимости, чтобы управлять своей линией времени, получать доступ к сохранениям и совершить перезапуск. Ты определенно уникум, малыш. Ясно. Чего это ты вдруг? Может, объяснишь, в чем дело, или ты опять морочишь мне голову? Просто пытаюсь разобраться. Да, видимо, все-таки морочишь. Хех, странное дитя. Спокойной ночи, Санс. Увидимся завтра. Точняк, дружище. Мы с Папайросом будем ждать тебя дома у Альфиса и Андайн. Тебе ведь уже был известен ответ. К чему было спрашивать у него? Просто хотелось убедиться. Тебе все надо разжевать и в рот положить, а? Ага. Верно. Из всех детей лишь у тебя было достаточно решимости. Все остальные были пустой тратой моего времени. Только ты можешь дать мне того, чего я хочу. Сколько уверенности в твоем голосе. И что именно ты хочешь этим сказать? Намекаешь мне на что-то, как этому бесполезному вальню? Конечно же нет. Часики тикают, Фриск. Надеюсь, ты не будешь делать никаких глупостей. Если тебе так нужен перезапуск, то какая разница, что я его совершу до него? И почему ты так боишься, что Санс поймет? В чем дело? Ты боишься его, верно? Ты помнишь, сколько раз мы бились с ним в зале правосудия? Снова и снова. Каждого топа. Каждый раз, когда он швырял нас в стены, стирал пыль. Ты помнишь, сколько раз он убивал нас? Ах, кто? Заделся заживое? Боишься получить по засугам? Еще какие-нибудь устроенные комментарии? Нет. Стой. Прошу, хватит. Нет. Нет, прошу. Нет. Не заставляй меня. Я не хочу. Азриэль? Я не могу. Нет. Эй, проснись. Тебе это снится. А-а-а. Отойди от меня. Я опасен. Воу, Азриэль, приди в себя. Ты не понимаешь. Их больше нет. Я не могу остановить себя. Лоза. Они. Я. И потом. Все это. Пыль. Я не могу прекратить смеяться. Не нравилось. Азриэль, скажи, что это я держу? Что это у меня тут? Что я держу? Это мои руки. Верно. И насколько я помню, у цветов не бывает рук. Не забывай. Ты больше не он. Ты снова чувствуешь. Ты здесь. С нами. Хе-хе-хе. Эй, не переживай так. Ты уже справляешься намного лучше. Но это все еще случается. И я все еще боюсь. Я боюсь, что он все еще где-то во мне. Что однажды я проснусь лепестками и стеблем вместо своего тела. Я боюсь, что перестану испытывать чувства кому-либо. Так, послушай, как меня, приятель. Этого не произойдет. И знаешь почему? Потому что я знаю тебя, Азриэль Дремур. Ты любишь свою семью. Ты мохнатый чуфяк. Как папа. И ты добр. Как мама. И ты всегда плачешь, когда смотришь с папирусом фильмы Дисней. Я знаю, что ты сильный. И ты никогда не станешь таким, как Флави. Я верю в тебя. Но если Лео за доказывает, то ты этого не допустишь. И я тоже не допущу. Спасибо, Фриск. Пожалуйста, брат. Эй, осторожней с рогами. Хе-хе. Ого. На 2.03 больше, чем в прошлом году? То теперь вы достигли 20 и официально здоровы. По-похоже, что всё в порядке, ребята. Я всё ещё не по-понимаю, как вам это удалось. Но ваша разделённая душа остаётся сильной. Если у вас нет вопросов, то мы можем приступить к нашему киномарафону. У меня есть вопрос. Насчёт побочных эффектов, которые ты упоминала. Среди них могут быть плохие сны. По-плохие сны? Тебе стоит выразиться конкретнее. Ну, у Фриск бывают очень плохие сны. Порой даже видения. Словно она видит что-то плохое. Но она не хочет говорить, что именно. Ну, я не знаю, как это связано с вашей душой. Разве что вы видите кусочки воспоминания друг друга. Такое вполне возможно. В конце концов, у вас должно быть хватает неприятных воспоминаний. Альфис? Хех, прости меня, снова заносит, да? В общем, мы можем понять больше, если ты расскажешь нам, что ты видишь, Фриск. Это не имеет значения. Но... Система пожаротушения снова работает? Ах, да, и это тоже. Вообще-то, это хорошая новость в том, что мы успели приготовить спагетти. Ой-ой, мне надо выключить это. Ага, прости за это. Что скажете о нашей изумительной лазаньи? Я думаю, мы должны похоронить её с честью. А, не мое изумление. Я вижу, что вы поражены. Ага, именно так. Ну, тогда просто попробуй. Хорошо, что у Альфис нашли сухие футболки, а? Ты как, в порядке? Ну, по крайней мере, она перестала проедать себе путь наружу. Да, это несомненный плюс. Не волнуйся, Санс пошёл за догами Альфис. Фриск, почему ты просто не расскажешь ей, что ты видишь? Даже если я скажу ей, она ничего с этим не поделает, Азриэль. Так что, это не имеет значения. Конечно же, это имеет значение. Думаешь, мне нравится смотреть, как ты страдаешь. Я хотя бы пытаюсь найти ответы. Почему ты так стараешься? Ты не обязан. Конечно же, обязан. Ты мой лучший друг. Эй, Азриэль, ты хотел первым выбрать фильм, да? Альфис почти закончила готовить попкорн. О да, чур я первый. Азриэль, почему ты всегда так стараешься ради меня? Чара, но ведь ты мой самый лучший друг. 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 Итак, я даже не могу на тебя положиться, Азриэль. Предатель. Субтитры создавал DimaTorzok Твое время на исходе, Фриск. Сколько еще ты сможешь меня сдерживать? Сколько еще ты будешь притворяться, что контролируешь ситуацию? Столько. Сколько потребуется. Азриэль, где там Фриск? Она опоздает в школу, если будет слишком долго собираться. Они сидели на кровати, когда я проснулся. Не знаю, почему они так задерживаются. Я здесь. Господи, Фриск! Ага, крашу в кровь кладу, да? Дитя мое, ты в порядке? Ну и ну, тебе вообще удалось поспать ночью? Похоже, что нет. Мне не нравится, как беззаботно она об этом говорит. Ну что ж, ничто не поможет от сонливости лучше, чем домашние спагетти от Великого Папируса. Ай, я вижу, вы уже нашли эту идею сногсшибателей, нехе-хе-хе. Папайрус, милый, пожалуйста, постарайся не доводить моих детей до инфаркта. Мам, значит ты сегодня учишь Папируса кулинарии? Да, Великий Папирус будет осваивать искусство печенек. Холодных печенек, разумеется, холодных. Я обязательно угощу вас, когда вы придете из школы. А, а, ну да, ждем с нетерпением. Ай, Фриск, что ты, мне больно. Что это было? Что я могу сказать? От бессонницы начнешь дергаться. Прости за это, ты это хотел? Вот, бери. Тебе придется приложить немного больше усилий. Заткнись, заткнись, заткнись. Человек, я помогу тебе найти верный путь. Я не мог не заметить, что ты выглядишь очень обеспокоенно. В чем дело? Просто усталость. Дело не в этом. Фриск, я заметил, что в последние дни ты сама не своя. Санс, похоже, что-то знает, но ничего мне не говорит. Мне не нравится томиться в неведении. Я не хочу упустить возможность помочь тебе. Пожалуйста, если ты расскажешь мне, может, Великий Папирус сумеет помочь? Все так запутано, Папирус. Но я просто не могу тебе рассказать. Но... Мама, папа, Азриэль, ты, все вы, никто из вас не знает. Это просто причинит вам столько боли. Это навредит им. Я не хочу. Я не могу этого сделать. Если ты правда не можешь, я не буду настаивать. Пусть ты не можешь рассказать мне ничего, но все же, может быть, обнимашки от твоего верного друга умерят твою тревогу. Хотя бы чуть-чуть. Ага, звучит неплохо. Прости меня. Фриск, подожди меня. Фриск, ужасно выглядишь. Когда ты последний раз спала? А можешь не спрашивать, МК. Фриск все равно не ответит. Да брось, не надо так. А да, с тобой творится непонятно что, и ты никому не говоришь. Мое поведение совершенно необоснованно. С ней что-то не так? Она ведет тебя как-то странно. Без понятия, Мартин. Это что-то новое. Ну, я знаю, что всегда поднимает ей настроение. Догоняй! Эй, ты пожалеешь, что заставил меня догонять? Хе-хе! Лучше бегите, ребята! Бери фриск, только не меня. Эй! Йоу, вам не убежать от великого монстра-кида? Нехехехехехе! Эй, кажется, у меня начинает получаться его смех. Ребят, как думаете? Что? Ноги заплетаются? Эй, что с тобой не так? Зачем ты подставил подножку МК? Райан! Ну, наверное, чтобы этот кретин упал мордой вниз. Как было задумано. Серьезно? Ты ведь ходишь в школу для людей-монстров. Почему ты продолжаешь делать это? Ты должен извиниться. О, да. Это же любитель монстров собственной персоной. Кто вечно суётся не в своё дело. Уж поверь, если это касается монстров и моих друзей, то это моё дело. Так что отбрось свои предрассудки и извинись перед ним. Слушай, я понимаю, ты всё ещё не привык к тому, что происходит в Эботе. Там, откуда ты приехал, не было монстров. Но здесь тебе нужно постараться. Мне не нужны нотации от всяких монстролюбов, вроде тебя. От них одни неприятности. Магазин моего папы постоянно вандалят эти тупые подростки-монстры. И мой дядя пропал из-за них, когда восходил на гору. Так что скажи ты мне, с чего мне извиняться перед тем, чего быть вообще не должно. Знаешь, за эти годы мне часто приходилось иметь дело с такими, как ты. Раз уже меня назначили послом. Но это не значит, что мне это нравится. У монстров столько же прав жить здесь, сколько у тебя. Поверхность и им принадлежит. Так что давай сразу к делу. Если я ещё раз услышу подобную чушь от тебя. Скажем так, тебе не понравится то, что последует. Да что ты вообще можешь мне сделать? Продолжай в том же духе и узнаешь. Фриск, хватит. Он того не стоит. Мда... Неудивительно, что твои родители от тебя отказались. Твоё место среди этих уронов. Что мы тебе говорили, Фриск? Все они просто мусор. Мда... Неудивительно, что твои родители от тебя отказались. Твоё место среди этих уронов. Что мы тебе говорили, Фриск? Все они просто мусор. фриск что фриск ты что с собой не так что ты что стой не надо не делай это мне жаль окей ты не хотел драки так не надо было давать сдачи прошу не надо стой хватит фриск нет фриск что с тобой такое риск вернись фриск серьезно азри что с вами происходит эй азри чара нет мы не можем уничтожить их посмотри что они делают с тобой хочешь просто сидеть и дать этим людям убить тебя чара нет о нет и а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует...